Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Алтайский край может остаться без жиженного газа. В чем причина и кто способен решить проблему? Холодно, однако, когда в городах края стартует отопительный сезон. Нарушаешь – заплати. Почему штрафов за нарушение ПДД в крае выписывают все больше и куда уходят миллионы рублей? Алтайский край может остаться без жиженного газа. Вопрос его поставок в регион находится в подвешенном состоянии. Один из двух заводов-поставщиков в Сибири уже отказал курирующей организации в сотрудничестве. При этом нехватку топлива и жителей сельхозпредприятия края ощущали на протяжении месяца. Дефицит образовался из-за резкого скачка цены на топливо. Подробности у Анастасии Дороган. Газа нет. Эту фразу в конце августа услышали сотни тысяч человек. При заказе новых баллонов им предлагали подождать. Жителям в приготовлении еды, аграриям в работе зерносушилок. Дефицит сжиженного газа был почти в каждом муниципалитете. Так, в Зональном районе одно из сельхозпредприятий с начала уборки получило 10 тысяч тонн газа, а необходимо 80 тысяч. Из-за задержек поставок и во избежание убытков фермеры временно перешли на поставщика из другого региона. Хорошо, что я подсуетился, нашел Стомскую напрямую. Гораздо дороже, чем я здесь беру. А если бы я понадеялся на этого поставщика, который мне обещал сегодня-завтра, сегодня-завтра после обеда, то у меня бы зерно топрело просто на площадке за него. В Алтае край газсервисе объясняют, балансовый газ, то есть газ для населения, чью цену регулирует государство. Заводы поставляют краю в размере полутора тысяч тонн, а норма региона – 4 тысячи. Все эти годы остаток докупало само предприятие, но уже по рыночной стоимости. Раньше она составляла 13 рублей за килограмм. За год все изменилось. На сегодняшний день минимум составляет 31 рубль, а населению мы на сегодняшний день продаем по 38,62 за килограмм. То есть разница, мы себе в убыток. То есть мы вот последние полгода, мы жили просто на запасах. Я надеюсь, что этих проблем дальше не будет, после того, как мы заключим долгосрочные договоры с заводами-поставщиками. Но на сегодняшний день заводы-поставщики нам отказывают в этом. По словам руководителя, Край получит еще 500 тонн газа, но в рамках разовой акции. Добавлю, сегодня в муниципалитетах региона начали выдавать поступившие баллоны. Но острая остается ситуация на сельхозпредприятиях Заринска, Бийска и Зонального района. Но решение проблемы краевого масштаба в Алтай-Крайгосервисе видят только в содействии краевых властей. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжим. На следующей неделе отопительный сезон стартует в Рубцовске. Энергетики просят жителей по возможности контролировать процесс, при возникновении порывов сообщать в аварийную службу. В Заринске тепло в школы, больницы и детские сады начали подавать еще накануне. В краевой столице к подаче тепла готовы 95% жилых домов и 100% объектов социального значения. Между тем, отопительный сезон может не начаться в срок в 5% жилых домов Барнаула. Там работают управляющие компании, которые не заявились на комиссию и не получили паспорта готовности. Энергетики вновь напоминают, что на сроки подачи тепла могут влиять сами жители, если они решают приблизить или, напротив, отодвинуть отопительный сезон. Жители все больше экономят ресурсы. Сегодня тепловая энергия – это самый дорогой ресурс. ТСЖ, как правило, а их у нас более 500, они традиционно откладывают запуск тепла. А вот директор теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле Александр Гросс на встрече с журналистами заверил, что тепло в домах горожан может появиться в ближайшие две недели. Он напомнил, что уже больше двух лет подключение к теплу не привязано к среднесуточной температуре. Сигналом является подписание главой города постановления о начале отопительного сезона. Магистрали у нас уже в настоящий момент все на циркуляции. То есть мы уже имеем готовность очень высокую для того, чтобы после того, как будет подписано, запускать дома, объекты, сколько будет. В первую очередь к теплу подключат социально значимые объекты. Жилые дома будут подключать по заявкам собственников жилья. Говорил Александр Гросс и о перспективах отопительного сезона. В этом году на ремонт и модернизацию потрачены большие силы и средства. Летом полностью заменили около трех километров тепловых сетей на 14 участках. Произведена замена и ремонт большого количества насосного и другого оборудования. Так что руководство СГК надеется, что зимний период пройдет более спокойно, без серьезных инцидентов. К тому же в этом году отопление появится в 20 новостройках. Кстати, всего на реализацию ремонтной и инвестиционной программ на теплосетевом комплексе Барнаула до конца 2018 года сибирской генерирующей компанией будет потрачено порядка 900 миллионов рублей. Число зафиксированных правонарушений на дорогах растет. В этом году в Алтайском крае количество штрафов за нарушение правил дорожного движения выросло на 11%. Если говорить в цифрах, звучит впечатляюще. Нарушителям отправлено более 450 тысяч писем об оплате штрафов. По словам сотрудников госавтоинспекции, такой рост произошел благодаря стационарным и передвижным камерам видео и фотофиксации. Подробности у Валентины Аскеровой. Большинство говорит так. Далеко и без кирешек эти ремни. Мне некомфортно пристегиваться. Два-три штрафа в месяц для Дмитрия Костюка привычное дело. Мужчина – профессиональный водитель. Ежедневно возит пассажиров на дальние расстояния. Оплачивать штрафы взял за правило. Говорит, пока есть 50-процентная скидка, надо пользоваться. В основном, признается мужчина, штрафы выписывают инспекторы ГАИ за непристегнутых пассажиров. Но иногда письма счастья прилетают из-за лихачества. В основном приходят не стационарных, которые временные. То есть в ловушке. Назовем так, которые в багажниках, в машинах установлены. По трассе, пожалуйста, прокатитесь, там элементарно между машин камеры стоят. То есть знака о предупреждающем наличии камеры отсутствует. А предупреждающих знаков и не должно быть, несмотря на то, что водители недовольны. Оказывается, такие передвижные комплексы установлены по закону. Их цель, как рассказали инспекторы ГИБДД, снизить количество ДТП на алтайских трассах. Вот так выглядят передвижные комплексы фотофиксации. Это устройство помогает с точностью до 90% распознать госномер автомобиля. А также индивидуальные черты водителя, комплексы и особенности лица. Радары приобрели за счет краевых средств. Стоимость одного – 1 миллион рублей. Всего в регионе 10 таких комплексов. Ставят их прежде всего в местах повышенной аварийности, на пешеходных переходах и опасных перекрестках. Причем локации постоянно меняются, отмечают сотрудники «Алта-Автодора». Кстати, они и отвечают за содержание, а также установку комплексов. Обслуживают комплексы фото- и видеофиксации только работники краевого учреждения «Алтай-Автодор». Все денежные средства поступают только в краевой бюджет. Правда, рассказывают специалисты «Автодора», были предложения от частных инвесторов, которые хотели установить собственные камеры в обмен на отчисления с каждого штрафа. На «Алтай» их предложения пока отклоняют. А вот в других областях, пишут СМИ, например, в Тульской, камеры фиксации принадлежат сразу нескольким небольшим компаниям или даже индивидуальным предпринимателям. Кстати, помимо передвижных комплексов, на «Алтае» безопасность на дорогах контролируют и стационарные камеры. По краю их почти 60. В следующем году количество планируют увеличить. Ведь именно благодаря фото- и видеофиксации аварийность на дорогах региона, по словам автоинспекторов, снизилась в разы. Их использование ежегодно способствует ликвидации аварийно-опасных участков и позволяет более эффективно маневрировать силами и средствами дорожной патрульной службы. Только за 2018 год по результатам фиксации умных комплексов к административной ответственности привлечено больше 40 тысяч автомобилистов. Бюджет края они пополнили почти на 20 миллионов рублей. Уже точно известно, что с января 2019-го деньги от штрафов напрямую будут поступать в Дорожный фонд «Края». Решение приняли краевые депутаты в конце августа. Они внесли изменения в закон о бюджетном процессе и финансовом контроле. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. Здоровье бывшего чиновника краевой администрации Алексея Белобородова, который сейчас находится в СИЗО, резко ухудшилось. Еще год назад врачи вшили ему кардиостимулятор, который сейчас требует дополнительного внимания со стороны врачей. В противном случае сбои ритма могут привести к фатальным последствиям. Об этом нашим новостям рассказал адвокат Алексея Белобородова Виктор Чумаков. Напомним, высоко поставленному руководителю предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ранее в отношении теперь уже бывшего управделами губернатора и правительства края было возбуждено уголовное дело за превышение полномочий при расходовании бюджетных средств. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. А всю жизнь был на руководящих должностях сильно подорван на вторую. Он был руководителем ГАИ, ГИБДД, ГАИ, ранее. Потом, уже выше выйдя на песню, он здесь уже стал работать. На этот творчество был приглашен, поскольку был крепкий хозяйственник. Ну, по роду всем ГАИ края, да, опыт, наверное, наберется. Управление и хозяйственной деятельности, и с подчиненными, и со всеми остальными. Сейчас Белобородова поместили в одну камеру вместе с также бывшим сотрудником полиции. В СИЗО он пробудет минимум до 10 октября. Адвокат уверен, что следователи будут пытаться в суде продлить срок ареста. Едва победив рак, жительница Барнаула узнала, что у нее неизлечимое заболевание – хорея Гентингтона. Но для Екатерины Лемаевой это не приговор. Она ведет активную жизнь, помогает людям и мечтает этой осенью поехать на конференцию в Вену, чтобы встретиться с такими же, как она, особенными людьми. Как можно помочь девушке стать на шаг ближе к мечте? В нашем видеосюжете. Люди рождаются, которые не могут сами себя обслуживать, а тут человек такой становится. У него пропадает речь, нарушается координация, он у него начинает все кидать, бросать. Потихонечку так сходит с ума. Таких симптомов у 27-летней Кати пока нет. Появляются они, как правило, к 40 годам. О наследственном заболевании девушка узнала три года назад. Случайно от авосибирских врачей. Первая реакция – растерянность. В России людей с таким недугом всего около 400. О болезни почти ничего не известно. Никак лечить, никому идти за помощью. Но Катя не пала духом. Я, если честно, не боюсь. Я как-то вот уже два дня вот эти проревела, когда узнала о диагнозе, и все. Я как-то больше вообще насчет этого не переживала. Эта хрупкая, но сильная девушка помогает людям с редкими заболеваниями. Екатерина совместно с другими волонтерами добилась, чтобы дорогостоящие лекарства от Гентингтона внесли в список льготных. А еще и сильно хочется изменить отношение к особенным людям. Для этого в июне на молодежном форуме АТР она защитила свой социальный проект сильнее обстоятельств. Девушка вспоминает, судьи тогда плакали на взрыд. Когда человек с болезнью Гентингтона, его часто останавливает полиция, проверяет, пьяный ли он. И его не пускают в общественный транспорт, выгоняют из магазинов. Так как по симптоматике они очень похожи на пьяных медлительных людей. Я как раз хочу через свой проект рассказать о том, что обычные люди и не стоит их бояться. Бороться с ударами судьбы Екатерине помогает супруг. Вместе они уже больше пяти лет. В будущем хотят усыновить малыша. Девушка признается, самое ценное в жизни – это время. И проводить его нужно с пользой. Сейчас Катя мечтает попасть на конференцию Вену, где соберутся люди с Гентингтоном со всего мира, а также ученые, которые разрабатывают лекарства от болезни. Но для этого нужны деньги – около 100 тысяч рублей. Часть уже собрана. Помочь девушке с остальным характером можно по реквизитам, которые вы сейчас видите на экранах. Валентина Скирова, Павел Лаурнин. Наши новости. Сегодня приобрести недвижимость и при этом сэкономить задачи не из простых. Для тех, кто находится в поиске современного и доступного жилья, комплекс SkyM предлагает выгодное решение. Семиэтажный апарт-комплекс SkyM представлен студиями и апартаментами различной площади от компактных до вместительных трехкомнатных. Изюминка комплекса – двухуровневые студии на седьмом этаже. Такая технология впервые используется при строительстве жилых домов. Свободные планировки позволят воплотить в жизнь самые смелые задумки. По желанию покупателя застройщик выполнит ремонт по индивидуальному проекту, установит технику и мебель, услуги дизайнеров – подарок. Ввод в эксплуатацию первый квартал 2019 года. Уже завершено строительство и утепление кровли, на очереди установка фасада и остекления. Успешно проведена пробанная установка оконных блоков. К тому же комплекс с развитой инфраструктурой. К удобству жильцов – прачечная, спортивная и детская площадки, охрана. Продажи уже стартовали. И в завершение выпуска о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Ясно и солнечно будет практически на всей территории края. 17 выше ноля обещают в Заринске и Зминогорске. 18 – в Белокурихе. В Рубцовске и Олейске – 19 со знаком «плюс». В Барнауле ясно, ветер юго-западный порывистый. В ночное время до 8 тепла, днем – 18 выше ноля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722 440. Хорошего вам настроения и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok